Тема наставника едва ли не одна из самых важных и в то же время самых болезненных тем, поднимаемых сегодня. Увы, мы оказались, наше поколение отказалось оторвано от тех духовных традиций, которые с поколения поколения культивировались и передавались со времен апостольских в неизменном виде православной церкви. Тому есть много причин, в том числе и социальных. Несмотря на это, стоит отметить, что еще в 19 веке тему наставничества поднимал святитель Игнатий Бринчанинов, известный Святой Русской Православной Церкви. Он писал о том, что в его время уже очень сложно найти тех духоносных старцев, которые не только могли бы помочь другим, но в первую очередь сами подвязались бы верно, видели бы свое истинное состояние, внутреннее состояние, таким образом могли бы давать полезные духовные советы всем прибегающим к ним. Тема младостарчества – это одна из болезнейших тем, поднимаемых сегодня в Православной Церкви. По этому поводу в последнее время, несколько лет назад, было принято постановление Священного Синода Русской Православной Церкви. С чем оно связано? Многие молодые люди, не утвердившиеся еще в церковной традиции, принимая иначе скичин или монашество, начинали заниматься духовным назиданием, сами не утвердившись в истине. Вне зависимости от возраста, ибо младостарчество характеризует не физический возраст, но состояние души. Младенческое состояние души, говорит святитель, оно не позволяет человеку давать советы и вести руководство остальных людей. В Оптиной пустыне было такое высказывание, которое дошло до наших дней. Человек может быть свят сам, но не искусен. То есть он не знает причину собственной добродетели и, соответственно, не может направить к доброделанию, к праведной жизни. Он не может направить ко Христу других людей. Таких людей Петр Дамаскин вообще не считает святыми. Исходя из этого, церковь наставляет и предупреждает своих посолам в крайней разборчивости при выборе своего духовного отца или наставника, чьим руководством христианин желает воспользоваться в дальнейшем. В чем же здесь проблема? Проблема в том, что многие священнослужители и монашествующие в православной церкви, вне зависимости от возраста, пола и социального положения, стремятся поучать, собирать вокруг себя определенное количество последователей и вести их в неком направлении. Старец это не тот, кто приводит людей к себе, говорят святые отцы. Старец это тот, кто помогает привести людей к Богу. Старец выполняет ту роль, которую в свое время, мы наблюдаем в Святом Евангелии, выполнил святой Иоанн Креститель. Святой Иоанн Креститель проповедовал покаяние. Он говорил о грядущем Мессии и готовил людей к принятию Христа. Он подготовил людей к принятию Христа, сам же отошел в сторону. Его слова «Мне же надлежит теперь умоляться, а тебе расти» – это главный определяющий тезис для всякого духовного наставника. Наставник своими советами и душеполезными поучениями приводит человека ко Христу и отходит в сторону, оставаясь в стороне от того таинства, которое называется взаимоотношение двух личностей или встреча двух личностей – Бога и человека. Субтитры создавал DimaTorzok